Где ты, дочка? Почему ты не звонила нам? Мы с отцом за тебя переживаем. Дай мне сюда трубку. Дай. А, я поняла. Конечно. Если тебе нужна твоя помощь, то оставайся там сегодня. Пусть едет домой. Дай мне сюда эту трубку. Да подожди ты, Токсин. Что было делать бедной девочке? Как раз собралась уезжать. Я ей позвонила и да. Хорошо, доченька, хорошо. Можешь остаться там на ночь. Правильно. Не надо посреди ночи ехать домой. Ты едешь завтра утром. Ладно. Целую вас обеи. До свидания, доченька. Эй, Асиэ, что я тебе говорю и что делаешь ты? Не трогай ее, Токсин. Где она теперь? Почему не вернулась домой? Что ты прицепился к ней? Что в этом такого? Перед самым выездом ей да, позвонила, сказала, что заболела. Позвала ее. Она же часто у них бывает. Ты давай тоже ложись. Отдохни немного. Давай, давай. Всевышний, дай мне терпение. Мы сейчас вдвоем. Сейчас вдвоем. А где будешь спать ты? А почему тебя это беспокоит? Ничего не беспокоит. Просто спросила. Мы уже ночевали с тобой одну ночь вместе. В ту ночь ты спала, обняв меня. Что еще нужно? Тогда у меня не было выхода. Послушай, разве не ты мне говорила, что могу держать тебя за руку, когда я сказал тебе, что я твой друг? Так ведь? И что? А если я сейчас попрошу? Вы посмотрите на него, а? Хорошо, что ты напомнил мне про ту ночь. Ты вынудил меня впервые поцеловать тебя. А я до сих пор доверяю тебе. Все, выходи. Перестань, Джей Лан. Хоркут! Я сказала, выходи. Я серьезно. Давай, выходи. Вон, вон отсюда. Выходи. Мне некогда возиться с тобой. Спокойной ночи. Может, свежий воздух освежить тебе мозги? Субтитры подогнал «Симон» 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 Послушай меня. Разве тебя не было вчера вечером с Толгой, когда он так опозорился? Нет, меня не было. Не смей оставлять его даже на минуту. Не позволяй ему больше попадать в такие истории. Ты понял меня? Хорошо, можете не волноваться. Я не допущу этого. Ладно, если что пойдёт не так, сразу же позвони. Я хочу спать, мама. Ради бога, выйди отсюда. Хорошо, если так, я пойду. А, это ты, брат. Входи, входи. Чем занимаешься? Кажется, ты вчера выпил лишнего. И не спрашивай. Что нового? Нашёл ухажёра Эды? Это дело не решить за одну ночь. А чем ты тогда занимаешься? Иди и следи за ней. Делай что-нибудь. Хорошо, и это попробуем. Я дам тебе её адрес. Но ни на минуту не спускай с неё глаз. Ладно, хорошо, за это можешь не волноваться. Я отправлю тебе её адрес сообщением, а теперь дайте поспать. Спи, спи. В этом углу лежит мусор. Вон там лежит, там. Вон там ещё. Эй, парень, послушай. Паренёк. Что случилось? Мне щекотно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Кто она? Какая она красивая. Гунуль Каранлы. Знаю. Я знаю её. Я люблю петь её песни. Госпожа Гунуль. Мастер пришёл. Я вижу токсин. Ради бога, не спрашивай меня ни о чём. Пусть делает всё, что нужно. Он и так всё делает. Нет. Я что хотел сказать? Хотел спросить про водителя Толги. Где он с ним познакомился? А ты что, не в курсе этого? Он друг Джей Лан. Кажется, из Германии приехал. Друг Джей Лан, говорите? А когда он приехал? Токсин, у меня и так нет настроения. Может, мне его биографию тебе рассказать? Я бы хотел поближе познакомиться с ним. Слушаюсь, господин. Как только он придёт, отправлю его к вам. Ну что вы, госпожа Гунуль. Ох, голова раскалывается. Какой позор. На этот раз нам не выкрутиться, не выкрутиться. Алло. Чем занимаешься? Я начала забывать о тебе. А по-моему, ты всегда думаешь обо мне. Ты так уверен в этом? Ты дома? Нет, в пути, но скоро уже буду дома. Тогда поторопись. Что случилось? Приедешь, увидишь. Кстати, я прошу тебя дождаться меня в ресторане Би-Би-Ги. Это что за приглашение? Я так приглашаю. Что случилось? Что ты задумал? Приедешь, увидишь. Странный ты парень. Я никогда не встречала таких парней, как ты. Это хорошо. Значит, тебе повезло. Подожди, во сколько? Ладно, до встречи. Что это может быть? Субтитры сделал DimaTorzok 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 А что дальше? Дальше мы все выбросили. Я все равно горжусь тобой. Почему? Потому что угостила моего дядю долмой с сахаром. Спасибо большое, Омут. Он заслужил это. Если он ел долмой с сахаром, то мы едим сахарную варку. Именно. Ты что, хочешь купить свадебное платье? Тебе куплю. Тебе куплю. Купить мне? Но почему? На свадьбу наденешь. У тебя будет длинный шлейф, как у принцессы. С чего ты это взяла? Мы говорили с мамой. Решили отдать тебя замуж. И за кого вы хотите отдать меня? За моего дядю. Вы такие хорошие. Если мы и дальше будем так идти, то опоздаем на автобус. Поторопитесь. О, Эмине, как мы с тобой договаривались? Как договаривались? Что я все буду делать сама. А я уже сделала. Ладно. Я сама накрою на стол. Хорошо. Расскажи, чем сегодня занимались? Мы ели сладкую вату. Правда? Эмине? Что? У тебя красивые волосы. Смотри еще. Смотри, смотри. Меня даже покрасили. Не покрасили, а накрасили. Да, накрасили. Вот. Вот такой массаж сделали. Мне было щекотно, я долго смеялась. Всегда так смейся, хорошо? Родная ты моя. Джей Лан очень красивая. Знаешь, всю еду приготовила она сама. Столько блюд приготовила. Это значит, мы пропали. О, Всевышний. Почему это вы пропали? А если вся еда получилась как твоя долма? Дядя, ты как долму ел, так и эту еду будешь есть. А ты откуда про это знаешь? Откуда знаешь? Ладно, не голосите тут. Иди лучше сюда и помоги мне. Ты же обещала все приготовить сама. Но мне все равно нужна помощь. Эмине пусть сидит. Сегодня Эмине должна отдыхать. Ладно, я помогу тебе. Но я мало в этом смысле, конечно. Я все-таки на улице вырос. Зачем тебе готовить, дядя? У тебя же много денег. Сестра Джей Лан, у дяди есть свой дом. Он очень большой. И машина у него тоже есть. Ребенок же говорит, что в голову придет. Значит, он мечтает, чтобы у тебя все это было. Тише. Про дом и машину не будем никому говорить, хорошо? Но почему? Стыдно. Но это некрасиво. Договорились? Хорошо. Госпожа Эда? Большое спасибо. Господин просил передать, что задержится. Хорошо. Спасибо. Не стоит. Господин? Госпожа Эда ожидает вас. Хорошо. Как прикажете. Господин просил передать. 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 Итак, как идут дела, брат? Эйда, сейчас иди в ресторане, Бебек. Я уверен, что она пошла оттуда на свидание с этим. Где находится этот ресторан? Ладно, я знаю это место. Сейчас поеду и устрою там скандал. А что там произойдет, прочтешь в завтрашних газетах. Куркут! Пойдем, у нас для тебя есть сюрприз. Что за сюрприз? Идем. Что происходит? Идем. Садись сюда. Давайте, показывайте уже быстрее. Эмине? Можешь зайти? Любишь, а тебя не любят. Ты идешь, а к тебе не идут. Бесконечные муки погубят, а шансов тебе не дадут. Может, скоро печаль одолеет, но тогда ничего не вернешь. А любовь на груди не пригреет, и выхода ты не найдешь. Возможно, и он тебя бросит. На сердце оставит рубец. Прощенья любовь не попросит. И ты не пойдешь под венец. Хватит. Не надо петь. Прости меня. Прости меня. Что ты творишь? Что это такое? Откуда вы откопали эту песню? Это песня госпожи Гунноль. Именно сегодня в парикмахерской увидела фотографию госпожи Гунноль. Она ей очень понравилась. Оказывается, она с детства мечтала стать певицей. Поэтому я приготовила ей песню госпожи Гунноль и дала возможность ей спеть. Тоже мне. Ты не в своем уме. Ты боишься быть счастливым. Ты не в своем уме. Ты не в своем уме. Ты не в своем уме. Продолжение следует... Ты ждешь своего нового ухажера? Какое твое дело? Как это? Какое мое дело? Толга, мы расстались, и моя личная жизнь тебя не касается. Уйди по-хорошему, ради бога. Я никуда не уйду. Пусть этот мерзавец придет сюда. Хочу посмотреть на него. На что ты хочешь посмотреть? И что из этого? Что изменится? Только вчера ночью ты целовался у всех на виду с другой. Оставь меня в покое. Куда ты? Какое твое дело, а? Какое? Не дождешься возлюбленного? Какая же ты красивая, да? Хочешь соблазнить его, или все-таки отдашь свою красоту на ночь мне? Ты мерзавец. Али? Это ты? Что, испугалась? Очень испугалась. Знаешь, что сегодня было? У меня паршивое настроение. Где ты был? Там был. Где там? Я ушел, когда увидел, что вытворяет там долга. Я не любитель таких представлений. Правильно сделал. Ему тоже от меня немало досталось. Если ты еще не разорвала с ним отношения, мы пока не можем встречаться. Нет, у нас ничего нет. Мы с ним расстались. А зачем он тогда пришел? Не знаю. Он как больной, преследует меня. Откуда он узнал, что ты там? Не знаю, Али. Я сама не понимаю. Ты уверена? Конечно, уверена. Мне нужен только ты. Ты очень красивая. Платье мне очень понравилось. Большое спасибо. Не торопись. Мне кажется, нам пока не надо с этим спешить. Странный ты человек. Ты поэтому влюбилась в меня? Ты не знаешь, где сейчас долга. Столько времени прошло, а его до сих пор нет. Он еще не вернулся? Нет, я тут скоро с ума сойду. Труку тоже не берет. Я же просила тебя не оставлять его. Хорошо, я найду его. Ты сможешь? Я даже не знаю, где он может быть. Не волнуйтесь, я привезу его. Прошу тебя, Коркур. Найди и привези его домой. Субтитры сделал DimaTorzok Твоя мама волнуется за тебя. И что теперь? Поехали домой. Как ты нашел меня? Ты же сам говорил. Когда говорил? Ты мне сам рассказывал, где ты познакомился со своей девушкой Эдой. Почему? Мое сердце не слушается меня, брат. Потому что сердцу не прикажешь. Оно не подвластно нам. Нет. Я сейчас не в состоянии ничего понять. Любовь — это как огонь. Если ее много, то сгоришь. А дашь слабину — погибнешь. Кажется, я погибаю. Чего ты прицепился к этой девушке? Насильно же, Мил, не будешь. Я не заставлял ее. Она обиделась, когда я захотел близости с ней. Если ты уже поговорил с ней, то поехали. Мы не смогли. Она ушла от меня. И что, теперь будем сидеть здесь до утра? Я виноват во всем. Мне надо было быть сдержаннее и тверже. В этом нет твоей вины. Все дело в твоей глупости. В моей глупости? Ты знаешь, что миром правит любовь. Так-то оно так. Тише. Это не так. Любовь лишает разума только тебя. Ну, поехали. Закончу пиво, поедем. Пиво ты закончил. Хватит. Поехали. Подожди. Поехали. Ах, долгах. Ну, зачем ты так много выпил? Не понимаю. Субтитры делал DimaTorzok Куркутали. Спасибо, что привез моего сына живым и здоровым. Я правда в долгу перед тобой. Что бы я делала без тебя? Ты очень хороший человек. Твоей маме очень повезло. Твоей маме очень повезло. Твоей маме очень повезло. И на звонки мои не ответил. Ты сильно обидел меня, Куркут. Ты не должна переживать за таких, как я. Что ты опять несёшь? Знаешь, ты меня очень обидел. Ты очень жестокий. Но я тебя... Что? Чем ближе я узнаю тебя... По-моему, я... Уходи, Джей Лан. Как бы я не умолял тебя остаться, не слушай меня. Я... Таких, как я... Я не достоин такой девушки, как ты. Почему? Прошу, уходи. Я начал влюбляться в тебя. Девушки отдыхают... Где ты ходишь? Знаешь, как тут переживают за тебя умутые Эмине? Эмине плачет целый день, думая, что она обидела тебя. И кажется, что ты больше не вернёшься. Мы не знали, что дома нам нельзя петь, господин Куркут. Уж простите нас. Собирай вещи, ты уходишь. Опять начинаешь беситься. Ты же сама хотела уйти. Нет. Ты влюбилась в меня? Размечтался. Тогда почему ты хочешь остаться? Ради Эмине и Умуда. Я нужна им. Хочешь ты этого или нет, я остаюсь Куркут. Что ты тут делаешь? Не видишь? Лежу. Куркут, я вижу, что ты лежишь. Но выгнать меня ты не сможешь. Лежу. Субтитры. Эмине, у тебя очень красивое платье. Умуд, пойдём выпьем. Мы собрались ехать с сестрой Джей Лан. Зачем она вам нужна? Я же всё равно еду в ту сторону. Ты что, уволился с работы? Ты езжай на работу. Не уволился. Но я должен уделить время сестре и племяннику. Нам ведь больше не нужна Джей Лан, Эмине. Пусть она уходит. Нет, пусть остаётся. Я очень сильно люблю её. У нас ещё много незаконченных дел, правда же? Да, не уходи, сестра Джей Лан. Ты же обещала нам. Я буду здесь, милый, Омуд. Я никуда не уйду. Если обещала, значит, сдержу своё слово. Что бы вечером тебя здесь не было. Эмине, одевай Умуда. Куркут. Куркут, давай поговорим. Нам не о чём разговаривать. Зачем ты так поступаешь? То, что ты сказал вчера вечером, всё наоборот. Это ты влюблён в меня, это так? Твоё сердце бьётся сильнее, когда ты видишь меня. Я знаю. Я такое тоже пережила. Если каждый раз, когда ты видишь меня, тебе больно, то я уйду. Тебя для меня нет. Ты добился своего. А вы когда-нибудь работали в этой сфере? Я работала менеджером на фирме. Значит, вы работали помощником. Можно и так сказать. Толга уже давно работает с менеджером. Работы, сразу скажу, немало. Точнее, он работал только с одним менеджером. Он сейчас не в лучшем состоянии. Знаю. Я читала в газетах. Толга, у нас гости. Хорошо. Добро пожаловать. Оденься, пожалуйста. Госпожа Гизен пришла поговорить о должности помощника. Мама, ради бога, оставьте меня в покое. Я хожу в чём хочу в своём доме. Здравствуйте, господин Толга. Я... Веришь, мне всё равно. Толга. Толга. Разговор закончен. Ты свободна. Сынок, ради бога, что ты творишь? Дай мне поспать немного, мама. Толга. Толга мне что-то... Мама? Госпожа Гонорь. У тебя что-то болит? Госпожа Гонорь. Мама, ради бога, открой глаза. Тётя Асье, вызывайте скорую, быстрее. Хорошо. Мама, мама, открой глаза, скажи что-нибудь. Мамочка. Мама. Что случилось? Кто заболел? Госпожа Гонорь заболела. Заходите. Вырос. Вот сюда. Как ты, мамочка? Принести тебе воды. Вы в порядке? В порядке. Ничего страшного. Проходите. Больна здесь. Вот сюда. Идёмте. Зачем вызвали скорую? Со мной всё в порядке. Что ты говоришь, мама? Наверное, просто у меня упало давление. Извините нас. Мы зря вас побеспокоили. Чего вы стоите? Обследуйте её. Да, но надо осмотреть вас. Умут, милый. Здесь я написала свой номер. Если что-нибудь понадобится, звоните, хорошо? Хорошо. Хорошо. Уходи. Мне надо идти. Ты же слышала, как на меня кричала мама. Пусть она не ругает тебя. Милая моя. Приходи к нам ещё, хорошо? Конечно, приду. Ты только позвони. И я приду в школу к тебе со сладкой ватой. Так не грустите, хорошо? У неё просто упало давление. Поэтому она потеряла сознание? Я прошу её обследоваться, но она не слушает. Почему? Это всё из-за меня. Это я её довёл. Статьи в газете. То, что я пришёл вчера пьяном стельку. Это я расстроил её. Если с мамой что-нибудь случится из-за меня, я никогда себя не прощу. Вообще-то, это из-за меня. А при чём здесь ты? Мне надо было смотреть за тобой лучше. Если бы я был на твоём месте, я бы носил маму на руках. И никакого богатства не надо. Долга? Хорошо, что ты пришла. Мне очень нужна твоя помощь. Как госпожа Гунуль? Мне мама сказала. Я как раз собиралась в Анкару. Как чувствует себя госпожа Гунуль? Ей лучше? Лучше. Давление понизилось. Она так сказала. Джей Лан, я никуда не отпущу тебя. Мне будет тяжело без тебя. Я тоже тебя не брошу. Я не поеду в Анкару. Я не поеду в Анкару. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают Кем тебе приходится водитель Толги? Никем Не обманывай меня Госпожа Генуль сказала, что он твой друг Говори, дочка Да, он мой друг Знаешь В Германии он здорово помог мне А потом здесь он спас Толгу Тогда почему сразу не сказала, а? Не знаю, какое это имеет значение Теперь ты будешь рассказывать мне все, Джейлан Все Хорошо, папа Ладно, оставь это Ты поедешь в Анкару Перестань, папа Я сказал, оставь Папа, ты гонишь меня? Папа Папа, ради бога, не делай этого Я обещаю, что теперь я буду слушаться тебя во всем Папа, прошу тебя, не отправляй меня в Анкару Хорошо Пусть будет по-твоему Но если ты еще раз ослушаешься Я не прощу тебя, Джейлан Куда мы едем? В одно тихое место А где это тихое место? Там, где нас никто не найдет Мне не терпится узнать На этот раз нам никто с тобой не помешает Ты уверен, что тут можно есть? Да, уверен Мы будем здесь есть? У тебя раньше были такие парни, как я? Нет И в чем же дело? Если бы знала, я бы по-другому оделась Если хочешь, можем вернуться Нет, нет Меня просто удивило это место Немного осталось, потерпи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Прошу вас Это просто чудо Я даже и не знаю, что сказать Я никогда не видела Стамбул с этой стороны Надо знать жизнь и с другой стороны Удивительно Когда я рядом с тобой, мне все кажется особенным С тобой я стану без другой Это только начало Прошу прощения Госпожа Гунуль, зачем вы встали? Если вам что-то нужно, я могу вам принести Нет, мне ничего не нужно Вам лучше? Кажется, я немного устала Асия сказала, что ты вернулась Я хотела поговорить с тобой Конечно Я испекла пирог для Толги Если хотите, я могу угостить вас Нет, я не буду Чего мне стоило уговорить твоего отца Оставить тебя здесь? Чего я только не говорила ему Знаю Спасибо большое Хочу, чтобы ты знала свое место Я и так настрадалась из-за этой эдой Еще одной такой я не потерплю Держись подальше от Толги Перестань попусту мечтать о нем Я и не мечтала о нем Если ты собираешься жить здесь Обманывать меня не нужно Надеюсь, мы договорились Пирог я отнесу ему сама Но Толга любит морковный Кто ты? Я знаю только твое имя И больше ничего Я думал, что ты не такая, как все девушки Ладно, ладно Я не буду спрашивать Все, забудь Выдержишь? Конечно Именно эта твоя черта мне по душе Какая черта? Ты не притворяешься Как бы тебе сказать Мне нравится, что ты Остановил свой выбор на мне И мне это очень приятно Я очень рада Понятно Я знаю, на какой девушке Я должен остановить выбор Ты хороший человек Именно это и покорило меня Не бывает хороших людей Ты особен? За твоим грозным видом Прячется очень романтичный И нежный человек У меня был парень-футболист Мы встречались с ним Где-то меньше недели Я не хочу знать об этом Али Прости меня Я просто хотела, чтобы ты все знал обо мне Не надо мне больше никогда рассказывать о своих бывших парнях Понятно? Ладно Прости меня Сестра, что ты делаешь? Эжи, не говори ничего Ну, это же и моя комната Тебе понятно? И без моего согласия Ты ничего не можешь здесь менять Правда? Смотри Еще как поменяю Сестра, это же мой любимый плакат Зачем ты так делаешь? Потому что так и должно быть Ты что, опять поссорилась с Толгой? Ты же должна была уехать в Анкару Зачем ты вернулась? Какая же ты болтушка Слушаю Сестра Джейлан Дядя еще не пришел Умут, это ты, малыш? Это я, сестра Джейлан Я переживаю, что дядя до сих пор не вернулся Ладно, не волнуйтесь Я позвоню ему Хорошо Ты смотри за мамой, хорошо? Хорошо Давай, до встречи Кто такой Умут? Это твой новый парень? Эжи, можешь выйти отсюда? Почему? Это и моя комната тоже Эжи Ладно, ладно, ухожу Все было чудесно Спасибо большое Не за что Спокойной ночи Не хочешь выпить кофе? А вино есть? Идем Ну отвечай же Характер не показывает Я тебе покажу Скажи спасибо, что у тебя есть Умут и Эмине Субтитры сделал DimaTorzok Медведь СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кто такая глупышка? Есть одна глупышка. Очень упрямая твоя глупышка. Знаю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Меня же нет для тебя? Тебя нет. Я звоню радио Муды и Эмине. Они волнуются за тебя. Где ты? Езжай домой, либо позвони и предупреди их. Что ты за человек такой? Если скажешь, что любишь меня, я перестану. Что? Давай перестанем вести эту никчемную игру. А о какой игре ты говоришь? Тогда сделаем так. На раздумье я даю тебе пять минут. Иначе будет поздно. Ты можешь остановить меня от путешествия, откуда они возвращаются. Откуда они возвращаются? Алло! Алло! Чего он добивается? За наше знакомство? За знакомство. Ты знаешь, вообще-то я не люблю парней. Все девушки такие. Правда? Не знала. Ты же говорил, что готов выпить яд с моих рук. Не знаю. Ты как думаешь? Я спрашиваю, куда мы идем? Отпусти мою руку. Куда мы идем? Идем к нашему счастью. Да иди ты. Если хочешь, возьми меня за руку. Ты же не слушаешь меня. Я слушаю тебя. Игра на этом закончена, мой дорогой. А что это за игра? Ты до сих пор говоришь по телефону? Уже нет. Сама с собой говоришь, да? Ты что, с ума сходишь? Да, говорю сама с собой, потому что схожу с ума. Что случилось? Я могу тебе чем-то помочь? Что бы ты подумала, если бы тебе позвонил твой друг и сказал, что ты можешь остановить его от путешествия, откуда они возвращаются? Как понять его? Наверное, он хочет убить себя. Потому что в кино всегда так бывает. Перестань нести чушь. А что тогда может быть? Если бы я знала, то не спрашивала бы у тебя. Хватит, не то сейчас опьянеешь. Почему ты все время смотришь на телефон? Ты ждешь важного звонка? Пять минут прошло. Не поняла, какие пять минут? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ты думаешь о чем-то другом? Да, о другом. О чем? Иди ко мне. Субтитры подогнал «Симон» 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 Куркут, ты чего? Куркут! Куркут, что ты делаешь? Куркут, прекрати, прошу тебя. Куркут! Умоляю, не надо. Куркут, не стреляй. Куркут! Не делай этого. Куркут! Слава Богу, это был сон. Куркут! 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, где же ты? Возьми телефон. Что мне теперь делать? Вдруг он, правда, покончил с собой? Доброе утро. Доброе утро. Я приготовила для тебя шикарный завтрак. Спасибо, но мне пора. Нет, Али, ты не можешь уйти. Почему же? Потому что ты первый, кто достойный его внимания. Прошу тебя, не огорчай меня. Пожалуйста. У нас есть даже свежевыжатый апельсиновый сок. И кофе. Садись. Хорошо. Возьми трубку, Эда. Но где же ты? Сегодня все решили игнорировать мои звонки. Слишком поздно, глупышка. Поздно? Почему поздно? Да так. Приступаю, а то все остынет. Блины у меня получились отменными. А что ты любишь больше всего? Расскажи мне. Долмо в листьях. Нет, я не умею готовить турецкие блюда. Зато наша Джейлан их обожает. Почему ты такой грустный? Просто. Мне пора. Но ты же не притронулся. Как-нибудь в другой раз. Хорошо. Мы что, так и попрощаемся? Будто чужие друг другу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Али! Да, я пришла к тебе за помощью. Хорошо, садись. Расскажи, что случилось. Даже не знаю, с чего начать. Не могу собраться с мыслями. Я не могу дозвониться до Куркута со вчерашней ночи. Места себе из-за этого не нахожу. А кто такой Куркут? Водитель Туги. А какое ты имеешь к нему отношение? Это не то, что ты подумала. Мы просто друзья. Вчера ночью он позвонил мне и наговорил столько непонятного, а потом бросил трубку. И с тех пор я не могу связаться с ним. Что ты имеешь в виду под непонятным? Боюсь, что он может что-нибудь с собой сделать. А что он может сделать? Из-за меня. Может, он позвонил и сказал, что его могу остановить только я. И сразу же бросил трубку. И с тех пор я не могу с ним срезаться. Эда, подруга, ты такая наимная. Наверняка он пошутил, а ты не понимаешь. Нет, он говорил вполне серьезно. Потенциальный самоубийца не будет заявлять о своих намерениях. Даже если бы это случилось, мы бы уже знали. Эда, прошу тебя, надо что-то делать. Не понимаю, чем я могу помочь? Ты зачем ко мне пришла? Наверное, потому что ты моя подруга, Эда. В самые трудные минуты люди приходят к друзьям и просят помощи. Можно подумать, я часто прошу тебя помочь. Извини, дорогая. Не обижайся, пожалуйста. Ладно, я зря пришла. Прекрати, я же извинилась, дорогая. Давай сядем, подумаем. Садись, успокойся. Хорошо, с чего бы начать? Где живет этот парень? Ты знаешь? Он живет вместе с сестрой. Я знаю его дом. Хорошо, тогда едем к нему. Нет, я ему утром звонила. Он еще не пришел домой. Не хочется вызывать панику, не разобравшись в ситуации. Послушай меня, подруга. Как я уже говорила, возможно, он солгал тебе. Кто знает, может, он сейчас лежит дома и смеется над тобой? Не знаю. Хорошо. Тогда начнем с его дома. Посмотрим. Вставай, пойдем. Поехали. Давай, давай. Эда, ты должна мне помочь. Я не знаю, что делать. Не знала, куда и к кому обращаться, и приехала к тебе. У тебя же много знакомых. Эда, пожалуйста, помоги мне. Надо найти одного человека. Не будь дураком. Она не за тебя волнуется. Она не в тебя влюблена. Она любит Олгу. Твоего любимого братца. Так же, как и твоя мать. Ты ей не нужен. Тебе это прекрасно известно. Подумай хотя бы о сестре, Куркут. Твоя мать разрушила жизнь бедной девочки, поэтому нужно действовать по плану. Я продолжу. Тетя Асие. Тетя Асие. Что это? Держи. И это возьми. Скажешь мне, когда приедет Куркут, хорошо? Хорошо. Ой, как бы не лопнуло. Что происходит, Толга? Ничего, мама. Все это чушь для того, чтобы помириться с Эдой? Дать. Толга, забудь эту девушку. Не вмешивайся, мама. Буду вмешиваться. Запомни раз и навсегда. Я никогда не одобрю ваши отношения. Если будет нужно, потерпишь ради меня. Это исключено. Я уже сказала свое мнение. И никакие силы не заставят меня передумать. Да, ты уже высказала свое мнение. Даже угрожала ей. Спасибо, мамочка. Я не угрожала. Я просто сказала правду. Мне нечего сказать, мама. Почему? Можешь поблагодарить. За то, что я уберегла тебя от ошибки. Довольно. Я не желаю выслушивать этот бред. Толга, мы еще не закончили. Я спешу. Встреча с другом. Мукой, я тебе перезвоню. Толга, она принесет тебе одни страдания. Она такая же легкомысленная. А, ты приехал, брат. Кажется, я не вовремя. Мама опять за свое. У меня к тебе просьба. Я дал тете Осие некоторые вещи. Ты не мог бы отвезти их Эде? Разумеется, отвезу. И потом передай ей, что я скучаю. Хорошо. Адрес ты знаешь. Ты же ездил туда ночью. Да, да, знаю. Спасибо. 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 Дорогая. Приятного аппетита. Нет, нет, спасибо. Я не буду. Почему? Так вкусно пахнет. Да, но я не хочу. Тогда бери конфеты. Я не хочу конфеты. Спасибо. Почему? Боишься потолстеть? С чего вдруг? Я очень стройная. Ну, очень бледная. Как стена. Не поняла, с чего она взяла? У меня красивый цвет кожи. Эда, успокойся. Она не сказала ничего такого. Эмине. Дорогая, если честно, я здесь по делу. Ты не знаешь, где Куркут? Не знаю. Он не приходил ночевать? Нет. Я же говорила по телефону. А почему ты спрашиваешь? Просто так. Вы поругались? Нет, ну что ты. Мы не ругались. Я звонила ему, но он не ответил. И никак я не могу с ним связаться. Наверное, скоро придет. Я чайник поставлю. Как раз у нас бюреки. Джейлан, я не смогу здесь пить чай. Эда, тише. Она может услышать. Ну и что? Как мне стыдно. Давай, поехали. Эмине. Эмине. Дорогая, мы не будем тебе доставлять хлопот. Нам пора. Почему, Джейлан? Посидите. Мы спешим. Заедем как-нибудь в другой раз. Если появится Куркут, дай мне знать. Хорошо? Ладно. Ну, все, пока. Пока-пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Эминэ? Эминэ? КОНЕЦ КОРКУТ ЧТО ЭТО? ЭТО ВСЕ ТЕБЕ ПРАВДА? И ЭТО ТЕБЕ ШОКОЛАД Еш, угощайся Дождёмся Умуда, вместе поедим Красавица моя Джей Лан приходила Когда? Только что вышли Вот как? Она была не одна? Какая-то девушка, Эда Джей Лан спрашивала тебя Где ты был ночью? Мы переживали Не стоило, а я уже здесь Позвони, Джей Лан Чует мое сердце, с ним что-то случилось Может обратиться в полицию? Что делать? Не выдумывая, зачем? Постой, ты случайно не влюбилась? Нет С чего ты взяла? Я лишь Я лишь Да? В чём тогда дело? У нас много общего, только и всего Поэтому я его очень хорошо понимаю Он похож на меня Никогда не подаёт виду, даже если ему плохо Неужели тебе совсем чуждо чувство сострадания? Куда это тебя понесло? Ты что, сестра милосердия? Нет, конечно Своих проблем хватает Тогда почему мы его ищем часами? Эда, а вдруг с ним что-нибудь случилось? Не обязательно быть сестрой милосердия Я просто волнуюсь за него, ясно? Но не понимаю, почему я так переживаю за него Я не знаю, где он сейчас Я ничего не знаю, понятно тебе? Я ничего не знаю Меня пугают, твоё не знаю Такими темпами ты скоро забудешь толгу? В твоём сердце искорка подруга Тоже мне эксперт Отлично, мы влюблены Скоро будем гулять вчетвером Ну что ты за человек? Я же говорила, что я не влюблена Влюблена? Посмотри на себя Думаю, ты должна признаться ему Не знаю Я ещё не уверена Не хочу делать ему больно Ох Зачем так долго думать? Хочешь, я ему скажу, если ты не решаешься? Сколько можно терпеть эти глупости? Я выхожу Добирайся, как хочешь Джей Лан, постой Я боюсь садиться за ростяк пор, как задавила собачку Говорю, что не влюблена, а она заладила Алло Добрый день, девушка Добрый А с кем я говорю? Это из полиции, господин Джилан Из полиции? Да К сожалению, у меня для вас не очень хорошие новости А что случилось? Мы нашли на берегу труп неизвестного парня Что? Вы звонили ему не один раз, поэтому, чтобы установить личность погибшего Где вы? Я сейчас приеду Татси! Где они? Нет, мне никто не звонил Я все неправильно поняла Ну что же теперь делать? Где он? Нет, не могу поверить Это неправда Кого видишь, глупышка? Стой! Стой, живь! Как? Что ты за человек такой? Что за глупые игры? Успокойся Ты знаешь, как я всю ночь переживала за тебя Мне снились кошмары Да еще примчалась сюда на такси за последние деньги И ни копейки не осталось Ладно, ты настолько любишь меня, что потратила на такси последние деньги ради меня Да, я настолько люблю тебя Вот просто до смерти Убирайся Постой! Ты куда? Стой! Стой! Куда ты? Пусти! Не пущу! Пусти, говорю! Подожди, я скажу тебе кое-что важное Не желаю тебя слушать, мне блевать, пусти! Подожди! Я позову на помощь! Не кричи! Помогите! Хорошо, хорошо, не кричи, не кричи Хорошо, я отпущу тебя, только не кричи Я скажу тебе кое-что важное Ты будешь счастлива, когда услышишь это Отпущу, только ты не кричи Договорились? Договорились? Джей Лан Настоящая любовь зачастую начинается с ненависти Вот видишь, тебе нечего возразить Я же говорил Джей Лан Джей Лан Джей Лан, ты чего? Идиот! Ты чего, Джей Лан? Ты сумасшедший! Хватит! Джей Лан, прекрати, ты чего? В следующий раз я проломлю тебе голову, понятно? Джей Лан, успокойся! Ты идиот! Кретин! Убирайся! Он еще смеется! Эта девушка играет с ним А мой бедный сыночек покупает ей шарики до шоколадки и ведет себя как мальчишка В молодости такое бывает Вы не сказали, куда мы едем? Господину Доган К отцу Эды? Да Да, к нему, Тахсин Толго решительно настроен, он меня не слушает Конечно, решать вам, но... Девчонка тоже не желает меня слушать, может быть, она отца послушает Хорошо, что вы ему скажете? Не знаю, госпожа Гунуль Я готова на все ради спокойствия своего сына, лишь бы он был счастлив Но госпожа Гунуль... Знаю, Тахсин Смотри на дорогу Отнесите Пусть сфотографируют для выставки Хорошо, господин Добро пожаловать, госпожа Гунуль Здравствуйте Как поживаете? Надеюсь, вам понравилось ваше изумрудное жерелье Да, да, но я к вам по другому вопросу Хотите сделать новый заказ? У нас есть очень красивые новинки Нет, я хотела поговорить о вашей дочери А что с моей дочерью? Вы знаете, вам следует быть с ней немного построже А что она сделала? Наверняка вы знаете, что она встречается с моим сыном Да, читал что-то подобное в газетах Читали в газетах? Да, читал Поздравляю О вашем сыне все время пишут в газетах Написать могут всякое, вы не верьте Половина из этого вранью Скажи прямо, зачем ты ко мне пожаловала? Держите дочь в ежовых рукавицах Пусть держится подальше от моего сына Она на него плохо влияет Госпожа Гунуль, в молодости ты тоже не слала ангелочкам И у тебя прошлое небезоблачное Раз уж ты так хорошо знаешь меня Значит, понимаешь, на что я способна Не так ли? Дорогуша, иди и угрожай газетным редакторам, ясно? На твоем месте я бы подумал, прежде чем говорить Никто не забыл, как ты в бурной молодости путалась с женатым А теперь вздумала меня учить уму-разуму? Услышала, что хотела? А теперь иди убирайся вон Поехали отсюда Что случилось, госпожа Гунуль? Ты бы слышал, что он мне говорил Вы же знаете, господин Доган не очень галантен Разве я не отплатила сполна за свои ошибки? Да, я оступалась, но была наказана за это Но все равно прошлое не отпускает Преследует меня Все время наступает на пятки, напоминает о себе и режет душу Поехали, Тахсин А где Джейлан? Не знаю Как не знаете, тетя Асье? Вы же звоните ей каждый час и контролируете каждый шаг Разумеется, я ее мать Кстати, зачем тебе Джейлан? Не могу найти Эду, Джейлан точно знает, где она Ей некогда Небеспокой, моя дочь Значит, она дома? Когда ты вернется? Только что Почему телефон Эдби все еще отключен? Наверное, все еще сердится на твою маму Проклятие Кто знает, что мама ей наговорила? Она сказала, что не простит меня, да? Да, ее задели слова твоей матери Требуют, чтобы она попросила прощения Прощения? Мама никогда не согласится Тогда тебе придется забыть Эду Я не могу, это невозможно, ты же знаешь брат Тогда уговори мать, одной из двух Какой ужас А я-то переживала за него всю ночь Даже кошмары снились А он решил поиграть со мной Тоже мне Настоящая любовь начинается с ненависти Идиот Что ты делаешь? Привожу в порядок шкаф Надо раздать то, что я не ношу С чего это вдруг? Эже будет носить Мама, она не будет Эже хочет носить только новые А эти занимают место Надо раздать Ладно Ты пока перебери, потом посмотрим Джейлан Кажется, Толге плохо Может отвезти в детский дом? Как ты думаешь? Джейлан, слышишь? Толга, он плачет А что я могу поделать, мама? Не из-за меня же он плачет Он только что спрашивал тебя Сказала, что ты занята И правильно сделала Видеть его не хочу Правда? Ты меня удивляешь, дочка А чему тут удивляться? От меня всегда будет так Я больше не ассистент Толги Пусть каждый живет сам по себе Правда, дочка, я так рада Знаешь что, отдай все вещи, которые не хочешь надевать Я куплю тебе новое Какая радость У тебя с Толгою будут только официальные отношения Забудь о своих мечтах Интересно, что с ним? Наверное, страдает по идее Что еще? Почему он плакал? Итак, что ты решил делать с Эдой? Если б я знал Можешь поговорить с мамой Они друг друга стоят Никто из них не попросит прощения Разве мать не желает счастья тебе? Конечно желает, но только без Эды А ты скажи, что тебе без Эды счастья нет? Она не может это понять Ладно, включи мозги, брат Ты самое дорогое, что есть у твоей мамы Если я уговорю маму Если она согласится извиниться Думаешь, Эда простит меня? Конечно, простит Хватит грустить Все вернется на свои места Спасибо большое, брат Что бы я делал без тебя? А что такого я сделал? Я так, на подхвате? Ладно, я пошел Чего ты добиваешься? Ничего, я ухожу Не притворяйся Надо было мне рассечь тебе голову Может быть тогда поумнем Я бы закончила твои игры О чем ты? Ты играешь с чувствами других Первой жертвой была я А теперь Толга Я слышала, о чем вы говорили А что я сказал? Ты пытаешься рассорить Толгу и госпожу Гунов Вместо того, чтобы посоветовать забыть Эду Ты настраиваешь его против матери Странная ты, Толга безумно влюблен А сводить влюбленных – благое дело Но если у тебя другие планы, тогда, конечно, извини Но почему ты не умер? Хоть бы правда спрыгнул с моста Избавь меня и себя от этих мучений Ты же будешь плакать Я? Да, а ты? Даже не мечтай Умирай на здоровье, я даже на похороны не приду Знаешь что? Ты такая простушка А ты просто дикарь Я думаю, ты влюбилась в меня Влюбилась по уши Кажется, ты думаешь, что если будешь повторять это, так и произойдет Конечно, конечно, но тогда будет уже слишком поздно Меня здесь не будет Кстати Хорошо, что напомню Ты ведь все грозился покинуть страну Так почему ты все еще здесь, когда уезжаешь? В любой момент Отлично Только не забудь попрощаться, а я организую себе проводы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok